Я вас категорически приветствую, Михаил Васильевич. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Можно сегодня рассказать про штудирование науки и логики? Так. Ну, у нас ролик было введение в науки и логики. И из этого ролика следует, по крайней мере, что самое главное и самое важное для усвоения диалектик – это выведение одних категорий из других. Потому что если выяснять, что зачем, открываешь оглавление, и так там все по порядку, так и стоит. Поэтому, если это все заучить, можно сказать, я уже все изучил. Вот все категории. Это первый том «Учение бытии». Так, это «Снятое бытие», то есть «Учение от сущности», «Отрицание с удержанием», поскольку все содержание этой книги, оно как бы входит и сюда, в снятом виде. Как вот, скажем, дети, они в снятом виде родители. Родители же у нас содержатся, а их родители в них содержатся, и так далее, 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 далее. Так. А вот это «Учение о сущности» в снятом виде – это учение о понятии. А раз оно в снятом виде учения о сущности, это второе отрицание. А «Отрицание», это что? Утверждение. То есть, это снова бытие, но такое бытие, через которое просвечивает сущность. О! Да, пример. Поскольку у меня, Дмитрий Юрьевич, как я понял, вы строго-настрого сказали, только примером давайте. Вот пример. Смотрю я на человека, он там, скажем, в синей рубашке. Это «Бытие». Но я пытаюсь проникнуть в глубь, так сказать, в душе этого человека. И вот это уже не важно, в какой он рубашке. Важно, какая у него душа. А когда проник, я вот снова смотрю на человека, вижу эту рубашку и вижу человека вместе. Вот такого душевного человека в синей рубашке. Видите разницу? Это тоже бытие. Тот же человек. Но это человек, в котором через вот это бытие просвечивает сущность, как говорит Гегель. И это же очень важно. И важно, чтобы не смотреть на людей, как на чурбанов, так сказать, видеть в них не просто, что глаза они отражают, а глаза, как зеркало души и так далее. Ну вот, об этом уже была речь о том, что надо выводить одно понятие и другому. И вот, скажем, вот эти три книги, они одна из другой выводятся. Хотя вот первые две книги и так издавали у нас в собрании сочинений Гегеля, пятый том. В 1937 году вышел собрание сочинений. А в следующем году вышел шестой том науки логики, учения о понятии. Это была объективная логика, это субъективная. Ну вот все переиздатели ничего в тексте практически не меняли, кроме одного слова. В первом томе правильно был перевод, там, где речь идет об определении и характере, именно о характере. А вот в этом переводе и во всех других переводах после 1970-х годов говорится о определении и свойства. Хотя вы откроете вторую книгу и там найдете категории свойств. Человек, который ничего не знает про наукологию, но может сопоставлять, сказать, как же у вас тут свойства, когда еще множественного числа нет, то еще количества нет. И опять свойства. Так может быть? Не может быть. Ну что делать? Вот нельзя же требовать от переводчиков, чтобы они поняли науку логики лучше, чем некоторые философы. Нормально. А в принципе хороший перевод, это перевод Столпнера. Вот у меня в руках три книжки, я их привез и показать только для того, чтобы сказать, что вот эти книжки купить нельзя. Нельзя купить и другие книжки Гегера. Нигде не продается. Из-за того, что люди начали заниматься по всей России, надо сказать, народ начал изучать науку логики Гегерлист. С таким интересом изучает, вроде непонятно, а изучает книжку. Люди поняли, что надо получить зоркость не только глаза, но и ума. И вот купить нельзя, но заказать можно. Вот вы можете пойти в буквоет и заказать вот эту книжечку. Вам ее не в таком формате, если сделаю, в переплете, а в формате А4. И стоит это будет 400 рублей. Эту книжечку тоже вы можете заказать. Тоже будет примерно 400 рублей. И эту книжечку в любой буквоет зашли. Вот я не знаю, как в других городах. В Ленинграде эту проблему решили. Говорит, раз вот здесь больше всего тут занимается. Ну, так бы, скажем, это был один том, черный. Или вот красный. Он стоит примерно 450. А эти три стоят уже 1200. Так что я думаю, что рынок откликнулся. И рынок приветствует занятия. Я также. Это, по всей видимости, так называемый print on demand. То есть, печать по требованию. Печать по требованию. Действительно, вам нисколько экземпляров не печатают, а вы делаете заказ. Приходите через недельку или через полторы и получите. И сколько надо, столько и напечатают. Я уже не говорю о том, что после того занятия, которое здесь было, на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии написано, там раздел появился изучение диалектики. И там вот эти книжечки в электронной форме есть. А полное собрание сочинений Гегеля, где есть пятый и шестой том, есть в разделе библиотека на том же сайте Московского регионального отделения Фонда Рабочей Академии. Так что никакой такой проблемы. Кто хочет читать в электронной, кто хочет сделать себе бумажный вариант, ну вот, может быть, в других городах и в этих не так легко с этим делом, но у нас такой проблемы нет. Несмотря на то, что наши нынешние издательства и типографии, в отличие от прежних, которые всегда все время издавали и все время это раскупали, они этим вот чего-то сейчас не занимаются. Ну, на заказ вам сделают, раз вы хотите получить. Это первое, что я хотел сказать. Второе, отвечая на вопросы, зачем все это надо? Ну, за тем, чтобы это труднее было народа обманывать. Потому что, если я эти слова могу разобрать и понять их суть, то меня уже так просто не обманешь. Тем более, что вот мой личный опыт мне показал, что как-то не очень приятно думать, что тебя обманывают. Но на самом деле, вот, встретил я у Ленина такое высказывание, когда читал полное собрание сочинений, что тот, кто в экономике или в политике верит на слот, круглый дурак. Я обиделся. Думаю, не понравилось мне это. Я читаю дальше, думаю, там что-нибудь другое написано будет. Нет, другое написано. Тот, кто в экономике и политике верит на слот, тот круглый идиот. Тут я и успокоился. Потом стал смотреть по сторонам. Действительно, смотри, Гермес Финанс, Василина, МММ. И до сих пор этому МММ несут. Несут, а несут. То есть, как людей дурачат, как их обманывают. Или вот этот самый министр, у нас бывший экономического развития, который, наконец, пошел по правильной дороге, но не сам его повели. Этот министр, что нам говорил, в чем у него экономическое развитие? Вот что касалось какой-то промышленности, что-то делать, там заводы строить, обойти даже банки и какие-то сделать фонды, чтобы инвестировать в производство, это делал Денис Мантуров, министр промышленности и торговли. Вот считайте, что он выше всех советских министров, потому что министерство было в среднем же настроении, в общем же настроении, в химической промышленности, легкой, текстильной. Тьма. А теперь вот есть Денис Мантуров, министерство промышленности и торговли. А это экономическое развитие, чтобы дурачить людей. И дурачить, что вот, дескать, вы знаете, это новая экономическая реальность, то есть у вас деньги отбирают, цены повышают, тарифы вверх поднимают и говорят, вы должны привыкнуть к новой экономической реальности. Вот все время говорил Юлю Каев, вот и его такая была задача, так сказать, дурачить людей, их так сказать, гипнотизировать, чтобы они думали, ну, тут все продумано. Это экономическая. Хотя, ну, как пишут сейчас газеты, так что? Мы такого экономиста увлекают? Не знаю. Я вообще-то профессор по кафедре экономики и права, и кандидатскую по экономике защищал. Я не знаю такого экономиста. Что он внес? Вот что он вынес из экономики, это все уже знают. Но это не все, наверное, что он вынес. Это совсем другой вопрос. В этом смысле он доктор экономических наук. А я даже не знаю. Доктор... Возможно, даже академик. Возможно, что и академик. Много тут. Некоторых тут тормознул, Владимир Владимирович, может, и не зря. Так вот, ну, а в чем эта зоркость? Ну, как вот на простом примере показать? Вот Гегель говорит. Известное еще не есть от того познанное. Давайте вдумаемся в эту мысль. Почему она не есть от того познанное? Вот кто будет заниматься тем, что и так всем известно? Ну, и так всем известно. Зачем изучать? Вот все видели пятерублевую монетку? Все, да? Вот скажите, пожалуйста, дорогие товарищи. Вот есть там две стороны. Одна сторона орел, вторую не покажу. Почему не покажу? Потому что все это видели. Всем же это известно. Вот что на второй стороне нарисовано, кроме цифр 5. Ну, что нарисовано? Второе. Кто не видел пятерублевую монету? С боков что-нибудь. Да, это у вас старые, это совковые представления. Потому что там было нарисовано совершенно правильно. Колосья. Колосья. Символ богатства. Хлеба. А сейчас, пожалуйста, посмотрите. Это, Юрий Павлович, венок. Это чем заросли наши поля. Причем в 91-м году, в 92-м промежуточный был такой рисунок. Слева, значит, сноб, а справа дубовая ветвь. Знаете, как венки делают на похоронах? Ну, когда началось уже превышение смертности и надорождаемости, вот художники, они же, они, конечно, это вовсе не обдумывают. Они не так мыслят, вот как нам ученые, что они должны брать понятие. У них так в воздухе что-то носится, они это ловят. И правильно зловили. Дубовая ветвь, тут, с одной стороны, еще сноб есть, но уже дубовая ветвь. А теперь уже нету снобов. Правда, говорят, сейчас очень много зерна на экспорт. Конечно, много, потому что у нас было в 90-м году коров крупного рогатого скота 20 миллионов, а сейчас 9. Идет, так сказать, быстрое падение численности крупного рогатого скота, поэтому... Вы слышали теперь что-нибудь про фуражное зерно? Нет, не надо никакого фуражного зерна. Все вы, кормите туда и туда отправляйте, а мы будем мясо, которое в Аргентине 17 лет там где-нибудь в холодильнике лежало, туда покупать. Потом не знаешь, что это такое за мясо. Это техническое мясо. Его не надо прямо так в продажу пускать. Некоторых все равно пускают. А из него можно что-то делать. Что делать? Колбасу. Ну, это написано колбаса. Вот кошке только не объясните. Я объясняю, что это колбаса. Она же безграмотная, она не может прочитать, что это колбаса. Не ест. Так. Вот теперь вопрос второй. Там еще и научных сверебен. Там аверс, реверс. Тут еще есть двуглавый орел. Который, как я помню, у нас является символом монархии. А значит, на ней... Нет. Он говорит, это как Путин и Медведев у нас два. То один, то другой президент. Ну, короче, короны тут нет, скипетра нет, державы нет. И вообще-то мы не монархия. Так. А из какого метала сделал у нас? Как вы думаете? А этот не будем. Что-то с никелем, наверное. Вот. Что-то с никелем. Правильный ответ. Ответ правильный, но еще не всего. Вот десятирублевая монета хороша, потому что у него свет-то не беленький, желтенький. Ну, все видели десятирублевым. Они не будут доставать. А то скажут, что он нам показывает. Здесь что мы не видели десятирублевого. Видели. Из какого металла? Раньше делали из медно-никелевого сплава. Раньше делали. Ну, соответственно, он и дороже. Ну, соответственно, и десять рублей были дороже. А сейчас что делать из медно-никелевого сплава? Больше затратишь средств, чем будет значение этой монеты. Даже есть один специфический аспект. В Италии когда-то очень сильно проявлялся, что металл, из которого сделаны эти деньги, оказывался дороже, чем стоимость денег. Если собрать ведро и пойти сдать как металл, то с этого можно больше чем по номиналу. Наши экономисты под руководством Уликаева решили эту проблему. Как? Ну, очень просто. У нас металлические деньги, а металл – сталь. Стальные десятирублевки, сверху покрытые вот только. Сверху покрытые медно-никелевым сплавом. Кто хочет проверить, вот у меня сейчас на поезде нет чехольчика для телефона, а там есть магнитик. Возьмите свою десятирублевую монетку, магнитику поднесите, она прилепится. Сейчас можно вообще, у меня на холодильнике вот два магнита стоят и оттуда эти все монеты туда прикрепляю. Такой красивый, такая гроздь висит. Можете себе делать. Сейчас вот вместо кошельков можно магнит носить. Красота. Поэтому, если кто-нибудь вам будет говорить, дорогие товарищи, что у нас рубль деревянный, не верьте им. Рубль у нас железный. Ну, вот теперь давайте со ста рублями разберемся. Это деньги или не деньги? Безусловно, деньги. Ну, как это безусловно? Вот давайте вот, Дмитрий Ильич, вы же читаете. Конечно, умеете. Читайте, пожалуйста. Что написано? Билет Банка России. Вот полно не надо. Сейчас молодежь, как говорит, короче. Билет. Билет. А вы чего сказали? Деньги? Да. Неправильно. Это представитель денег. Видно? Это вообще ничего не означает. Кроме того, что я вот с этим пойду сейчас, и поскольку это представитель, сейчас склею, приду в Сбербанк, и мне выдадут другую. А смысл этих бумажек в чем? Чтобы они, вот когда вы ходите, там они истираются, грязняются. Ну, вот это такие злодеи, как я, редко попадаются, что вот так вот рвали. Но только исключительно в методических целях. А вообще, так сказать, это нормально, естественно, для денег. Чего вы принесли рваную? Так она для чего существует? А чтобы она рвалась, а ее эквивалент подлинный, то есть деньги и золото, лежит в банке. Ну, вы можете купить золотую монету, можете слиток, если у вас такая зарплата, как увлекая, вы можете слиток купить. Пожалуйста. Вот это деньги. Потому что деньги – это товар, обладающий свойством всеобщего обмениваемого себя, а вовсе не это. Тем более, ну, прямо написано билет. А кто не знает, кто не видел, что кто-нибудь не читал это? Ну, конечно, все читали. Это просто говорит о чем? Вот Гегель, как человек прозорлив, он прямо сказал, «Известно еще не есть оттого познанное». Ну, это так известно с детства. Известно, кто будет задумываться над тем, что известно с детства. Никто. И поэтому некоторые с детскими представлениями доживают до глубоких седин. Вот как же от этого избавиться? А изучать науку логики? Это просто… Вот человек мучается, вот сейчас мне скажут, это трудно, это сложно. Ну, я могу продолжить эту мысль. У Маркса говорится, что науку нет широкой столбовой дороги. И только тот сумеет достичь ее сияющих вершин, кто не сражаясь усталости, карабкается по ее каменистым кручам. Ну, поговорите с физиками, с математиками, с химиками. Для них это нормально, что он не может понять, что это разбираю, месяц уже никак не могу понять. Нормально совершенно. Поэтому этим людям легче изучать. А у нас хотят, чтобы вот это было такое диванное чтение. Если я не понял, значит, авто дурак. А если этот Гегель давно жил, значит, тем более. Если кто-то из нас дурак, ну, кто? Это уже нет уже Гегеля, а я есть. Кто должен именоваться дураком? Видимо, Гегель. Так же легче. Ну, вот я думаю, что какой отсюда выход? Да лучше, так сказать, что-то не понять у гениального человека, чем все понятие дурака. Поэтому дурацкие книжки читают, а умные книжки читают мало. Ну, вот такие гениальные книги. Разве успеешь прочесть? Гениальные книги. Вот гениальная книга об ораторском искусстве Цицерона. Не читать. Читать всякие, что вышло в прошлом году. Ну, кто за оратор, который написал эту книгу? Где он выступит? Что решилось благодаря его выступлению? Ничего. Он вам объясняет, как выступать. Ну, что это такое? Или, скажем, вот философия. Гегель систематизировал всю философию, которую... Ну, как он? Не просто он складывал там и раскладывал по полочкам. Каждая система, она одна категория Гегеля. То есть, это бесконечное сокращение. Вот все знания человечества, философии. За две тысячи лет человек отложил вот всего в таком объеме. Это очень экономно, очень быстрее, но нельзя проникнуть в глубины вообще человеческой мысли. Нет, говорит, давайте мы начнем все читать. И вы на спинозе остановитесь и умрете, потому что время кончится. Не успел. Не успел. Не успел. И поэтому тут есть два. Либо вы беретесь такие произведения, которые все обобщают. Вот в экономии один капитал. Нет, ну ни позже, ни раньше. Ничего такого. Скажем, в физике вы возьмете физику или Ньютона, или Эйнштейна, и все на этом. В химии, кто сразу приходит на ум? Дмитрий Иванович, да, Менделеев. То есть, надо понимать, что это вообще счастье, что нашлись такие люди, которые для нас сделали то, что я всю работу человеческого духа двухтысячелетнюю могу изучить в течение двух-трех лет. Это очень много, что ли? Много, конечно. Ничего такого сразу. страшного. Ну, за три года никто не умрет. Потом, пока ты изучаешь, ты же от этого не глупей. В плане приложения усилий, наверное, много. Если сравнивать с размером жизни, то, наверное, немного. Немного. Ничего такого страшного. Ну, вот. А теперь, ну, поскольку разговор сейчас идет о пользе этого дела, и прежде чем говорить об введении еще и что-то еще повыводить, давайте еще поговорим о пользе, но уже идя, так сказать, как бы по порядку. Вот первое, что мы изучали, это чистое бытие. Ну, важно это вот, ну, скажем, вопрос, быть или не быть. Важный? Конечно. Важный. Сказать, важно человек живой или его нет уже? Да важный человек. Ну, как? Есть деньги или нет денег? Квартира есть или нет? Жена ушла или еще не ушла? Или муж ушел? Ну, это же важные вопросы. И не надо вот запутывать их ничем другим. Вот давайте один из вопросов решим. Бытие. Бытие. Какое? А если я еще не говорю о чего? Стакана там, жены, жизни и так далее. Это чистое бытие. Ну, понятно. А если вы уже переходите к чему-то конкретному, это будет уже не чистое бытие, а простое бытие. Бытие вот то, о чем идет речь. Что тут непонятно? Вроде все понятно. Теперь непонятно, как бытие переходит в ничто. Ну, чистое же бытие. Еще я ничего о нем не успел сказать. Вот, допустим, я знаю, хочу вам рассказать, но я еще ничего не успел рассказать. Пока вам ничего не рассказал, хотя, может быть, у меня-то что-то есть в голове, но я пока выдал только про бытие. Так это чистое бытие. Никакого другого знания нет. Как еще его назовешь? А вы скажете, так тут ничего и нет. Значит, вы пришли к мысли о ничто. И вот что делает тут диалектика, это вот обратите внимание, чистое бытие перешло в ничто. В какое? Ну, в такое же, которое вы тоже ничего не знаете, как про бытие в чистое ничто. Вы скажете, что это вот только вот философия и ничего подобного. Но у меня требовали примеры? Привожу пример. Как живете, Дмитрий Ильич? Вы скажете, ничего. Это как? Это то есть ничего-то? Это переход ничто тут же в бытие? А если еще, я спрошу. Ну, Дмитрий Ильич, ничего себе, как вы живете. Ничего себе. Это даже больше, чем бытие. Это уже какое-то шикарное бытие. Ничего себе. Вот вам, пожалуйста, переход ничто в бытие. А говорят, ничто имеют. А не получается, что вы тут несколько, так сказать, смешиваете философские категории с особенностями речи? Не, не смешиваете. Это не философские категории. Это наука логики. Это не вообще философия. А логика – это язык. Логика. Диалектика. Диалектики – диалекты. Ну, язык – это же не научный аппарат. Одно и то же слово мы можем употребить там в десяти значениях. Язык – это... Язык – это... И плюс он все время меняется. Вот при Льве Толстом, например, слово «наверно» обозначало «точно», а сейчас обозначает «может быть». Это только в пользу диалектики, что все меняется, все течет, все изменяется. Вы сразу сами сказали, что все диалектично. Правильно? Я так сказал. А во-вторых, что остается в языке? Языке остается... Я беру не французский язык, не немецкий язык, не русский язык, а человеческий язык. Вот для того, чтобы какое-то понятие закрепилось в языке, оно должно повториться миллиарды раз. Вот когда я сказал «стакан», сколько этих самых стаканов подпадает под это понятие? Во всем мире, у каждого человека, в каждом доме, по каждому случаю. И наоборот, Гегель говорит, «стакан, из которого не пьют, не стакан, а сосуд». Такой вот формы. Но это не стакан. Вот если его не пьют... Странно сказал. Нет? Странно. Ну как? Вот если вылить из него воду, например. Или налить воду без разницы. Если вы из всех стаканов только воду выливали, стаканом они не были. Вот это стакан. Данный стакан, он граненый. Раз. Он в народе называется «губастый». То есть вот этот ободок. Митя Юрьевич, вот у меня стакан, погодой. Так, и у меня. Ну все, вы согласились же. Он не перестает быть стаканом, если воды в нем нет. Он перестает быть стаканом. Если вот из всех стаканов этих перестанут пить, он перестанет быть стаканом. Будет стакан в прошлом. Это будет история вопроса. И все. То есть вопрос в отношении... Не сам по себе он есть, а в отношении с человеком. А сам по себе, вот где-то представьте себе в горах вы нашли вот такой формы. То есть это что, если на машине не ездят, то она уже не машина? Да, конечно. Вот я, мне говорят, вы умеете сидеть за рулем? Ну пожалуйста, дайте мне любую машину, я сяду за руль. А вы, говорит, управлять можете машиной? Нет. А мне же сказали сидеть. Сидеть-то не проблема. Стакан, из которого не пьют, не стакан. Машина, на которой не едет, не машина. А чего она? Ну это вот символ, что я богатый. Я куплю себе в 10 раз богаче, чем у вас машина. И все будут меня уважать в нашем обществе. За что уважаете? За то, что есть машина. А потому что быстрее ты не проедешь по Ленинграду. Все равно в пробке будете стоять. И на такой машине, и на такой машине. Так что, конечно. Ну вот об этом надо задуматься. Можно тут спорить, конечно. Но задуматься надо на эту тему. Мне кажется, что язык... Стул, на котором не сидят. Язык, он же тоже диалектичный. Да. То есть, вот в нашем языке, например, общепризнано, что он крайне цветаст, богат, много слов туда-сюда. Но это же, тот же, диалектический. Говорит о том, что он крайне размыт. Он не может дать точнейшие железные определения. Для того, чтобы были определения, вот в каждой науке, Михаил Васильевич, в каждой, там, биология, математика, физика, неважно, есть соответствующие научные понятия, которые неизменны. Вот если я дам точнейшее определение по Гегелю, вы скажете, не надо такие сложные давать. Сейчас я дам точнейшее. Вот здесь, в науке логики, в первом томе, есть понятие определенности. Определенность, это означает, вот, светлое затемнить или темное осветлить. Потому что в абсолютном свете так же ничего видно, не видно, как в абсолютной тьме. Это определенность. Вот до Гегеля такого понятия не было, потому что Спиноза говорил, что определение есть отрицание. А на самом деле это определенность. Определение, сейчас я вам дам, и вы сразу откажетесь от требований, чтобы я давал везде определение. Определение, качество, которое есть в себе, в простом нечто. И сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто. Есть определение, с нём бытиём есть определение. Понятно? Я думаю, что непонятно. Нет. Я могу, я могу это дело другими словами сказать, чтобы было понятно. Во-первых, надо взять какое-то качество. Вот если я беру это качество, там, человек, ум, это качество человека. Так? Вот если это сегодня ум проявляется, а завтра не проявляется, и вообще это случайно, и сегодня есть, завтра нет, это не качество этого человека. Значит, качество должно быть в себе. В себе, слово в себе тоже кажется таким диким, странным. Вы тоже скажете в языке, как-то оно так используется. А вот давайте я скажу, как используется слово в себе. Вы сейчас в себе или не в себе? В себе. А в себе, значит, вы равны самому себе. А вот сейчас я на вас кричать буду. Это я вышел из себя. То есть, не стал равным самому себе. Так, подойдите, я сейчас приду в себя, и тогда начну отвечать на вашу вопрос. А где ты был? Что, значит, я приду в себя? Я там, что ли, был? Я же здесь сидел. То есть, в русском языке. Смотрите, как на самом деле. Вот вы говорите, как-то всё очень гибко, а всё очень прочно. Что вот в себе бытие – это равенство с собой. Секретарша, вот ты к ней приходишь там, можно с вами у вас спросить, подойдите, я говорю, сейчас намазывается, и приду в себя, и тогда буду с вами разговаривать. А где ты была до этого? Это же просто слова. А не слова – это понятие. Это описание, например, эмоционального состояния. Что я нервничаю сейчас, я обозлён, я не могу адекватно реагировать. Мне надо успокоиться, а в себе – не в себе. Это просто фигура. Нет, в себе – это равенство с собой. Прийти в состояние – равенство с собой. Нет, в себе бытие – это равенство с собой. Так вот, я возвращаюсь к определению определения. Вот качество, которое есть в себе. Не то, что у вас сегодня есть, завтра нет. Если человек умный, так он всегда умный. Хотя и глупости делает. Но наличие того, что человек делает глупости, ещё не говорит, что он не умный. Раз. Во-вторых, качество, которое есть в себе, в простом нечто, ну вот в нечто, в человеке, в любом предмете, и сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто. С каким? В нём бытием. А в нём бытие – это значит не только в себе, оно ещё борется с превращением в противоположность. То есть, если этот ум у вас не противится глупостям, это и не ум. Что сегодня вы умные сказали, завтра вы какую-то ахинею понесли, наслушались Юлюкаеву. Значит, всё это уже не умный человек. А кто виноват? Вы виноваты, потому что вы скажете, что Юлюкаеву? Нет Юлюкаеву, вы дураком остались. Не надо слушать всяких дураку. Значит, надо им сопротивляться. То есть, находится в единстве с другим моментом это нечто с внём бытием. В нём бытие означает, что не просто равенство с собой. Вы не просто успокоились, а вы не даёте себя доводить. Вот есть такие люди, которые вас специально доводят, а вы на них говорите, ну давайте, давайте ещё, давайте ещё. Не всех же доведёшь. Я не думаю, что вас кто-то доведёт. Меня тоже никто не доведёт. Мне скажут, Михаил Ильич, вы дурак. Конечно, у меня всё одна извилина, у вас, наверное, их много от фуражки. И я ещё не уверен, что она извилистая. Ну что, как вы собираетесь меня вывести из равновесия, из себя, если я? То есть, если я не сопротивляюсь, это во-первых. Во-вторых, надо проявлять этот ум вовне. Если ваш ум ни в чём не проявляется, вот, вот, представляете, я говорю, я человек умный, а в чём ваш ум проявляется? А ни в чём? Просто я умный. Ну, это получается, что я дурак. То есть, если это вот не проявляется, это качество вовне, и не сопротивляется иному, и не воздействует на иное, это никакой это не ум, и никакое это ваше качество есть. То есть, что такое определение чего-либо? Это такое качество, прочное, устойчивое, которое воздействует на внешний, всё внешнее, на внешний мир. Но, если оно на внешний мир воздействует, если я от вас отталкиваюсь, значит, к вам притрагиваюсь. Если я к вам притрагиваюсь, значит, и вы на меня воздействуете. Если вы на меня воздействуете, я связался с кем-то, с плохим человеком, а потом этот плохой человек на меня плохо повлиял. А что ты такой за человек, что на тебя можно повлиять? Если ты такой умный, так ты свой ум сохраняй, а ты связался с дураком. Этот дурак тебя воспитывает, а ты сам становишься дураком. То есть, если человек умный, он еще должен противодействовать этому. Но можно проникнуть через вот этот характер, это называется у Гегеля характер, и попасть в определение. Вот я вам даю отсюда. Беру точное определение, определение. Если вы откроете какую-нибудь энциклопедию, что люди, ну обычные простые люди, что делают? Берут какой-нибудь энциклопедический словарь или энциклопедию, открывай. Сразу всех информирую, что энциклопедия как построена? По принципу А, Б, В, Г, Д. Вот если, скажем, будут меня изучать потом по принципу А, Б, В, значит, это как будто расчлененка. Это как будто вот в морге меня изучает. Так, голова на боку Г, так, рука на боку Р, сердце на боку С и так далее. То есть, вот так если расположить, это против науки вообще. Наука – это система знаний. А система расположения палповитов, ну это кости так можно изучать. Как говорит Гегель, мёртвые кости скелета, да ещё и перепутанные. Поэтому никогда вы там не найдёте научных каких-то определений. Поэтому, если вы полезли в словарь, вы там узнаете, что определение – это совокупность признаков, свойств. Что такое совокупность? Мешок, в котором мы бросали всяких свойств, качеств и так далее. И вот, говорит, это ваше определение. Вот что, ваше определение – это вот мешок, это вот всё добра. А тут всего одно качество, но такое устойчивое, твёрдое. Хороший, порядочный человек. Порядочный человек – это вот он порядочность проявляет не тогда, когда всё хорошо, а когда и плохо он всё равно порядочный человек. Особенно в тяжёлое время он всё равно порядочный. Или как в войну себя люди проявляли – лучшие качества. Ну, значит, вот эти люди действительно смелые, порядочные, мужественные и так далее. А если он порядочный, когда всё хорошо, а как чуть-чуть плохо, я полетел. Всё, до свидания, не хочу это смотреть. Это ваши проблемы, это не мои проблемы и всё. Это эгоист, это человек непорядочный, и с этим человеком кожа не сваришь. То есть, вот точное понятие определения, как раз. Мы примеры взяли, но я беру другое. Вот в нашем становлении теперь. Что такое движение, исчезновение, бытие, ничто, ничто, бытие. Я хочу понять, скажем, такую вещь. А какой у нас был строй в России с 1917 по середину 1930-х годов? Страна называлась социалистической. Это что значит? Что, уже социализм был, что ли? Нет. Нет. Значит, социализма не было. А что, капиталистическая? Нет. Переходный? Переходный. Вот этот переходный период – это что такое? Вот это становление социализма. Становление. А в становлении, как мы в прошлый раз выяснили, есть, и можно здесь прочитать и убедиться, есть два противоположных движения. Переход бытия в ничто, а ничто в бытия. Значит, социализм, с одной стороны, строится, а с другой стороны, он разрушается. И вот наши доблестные, так сказать, обществоеды, которые об этом писали, они, вот то, что он строится, они это зафиксировали. А то, что он при этом разрушается уже в переходный период, ну, всё, что вы взяли, вот уже стакан, мы же уже попили, уже воды там столько нету. Это же идёт процесс противоположный. Так, и при социализме в переходный период есть тенденции, отрицательные есть. Вот они борются, и кто кого, решается вопрос. И этот вопрос решился и кто кого. Тогда, когда при развитии общественного хозяйства экономика развилась настолько, что хорошие товары, дешёвые на государственных предприятиях производились, и, соответственно, закрывались частные всякие лавочки. А частные лавочки никто не закрывал. Говорят, Сталин закрыл НЭП, это глупость какая-то. Но если вы дешёвый продукт можете купить в государственном магазине, вы пойдёте в три дорога покупать его на частном рынке. Не пойдёте. Ну, только если идёт. Только идёт. Но остался колхозный рынок, потому что остались только такие продукты лучше, чем в государственном магазине. Формулу, я могу сказать, по какой формуле там установилась цена. В два с половиной раза дороже, чем в государственном магазине. Но выше не поднималось. Хотите понизить на колхозном рынке, опустите цены. При снижении цен на государственном выпускаемые продукты понижались цены на колхозном рынке. И наоборот. Наоборот, вы повышаете, и там повысится, естественно. Но никто не будет там продавать то, что вы купите здесь. Сейчас вот так не делают. Это вот сейчас люди кричат. Вот, пристали, НЭП убирали. Да сейчас посмотрите. Помните, у нас ларьки были на каждой остановке. Конечно. Придумала Валентина Ивановна, давайте их всех порежем. Потому что они меньше, чем 5 метров. А почему так придумали? Ну, потому что посчитали, сколько метров они находятся. Так и выдали всех, которые ближе к 5 метров срезать. Пришли с болгарками, говорят, поддержим мелкий бизнес. Бжих! Теперь в Москве выдали на все эти ларьки, которые действительно отвратительные. Там облепили все. Я однажды приехал, на Красной площади стоят ларьки. Ларьки красивые, сам по себе. Каждый отдельный такой, знаете, под золото сделан алюминий, покрашенный серебристой такой золотистой краской. Но вид отвратительный, когда вся Красная площадь в ларьках. Ну, или примерно как сейчас. Вот они на Красной площади каток сделали. Это на Красной площади. Это там, где у нас парады проходят. Парады в честь Победы, Великой Отечественной войне и так далее. И там, конечно, каток. Чего, больше нет места? Ну, Москва же маленькая. Где там каток? Не найдешь. Это в Ленинграде большие пространства. И у нас тоже заливали. После этого заливания на Дворцовый орлов-то подпиливали с решетки. Я замечу, что при царе там все время городовой стоял, чтобы не отпиливали. Вот. А теперь каток. Ну, вроде как, убрали все. Не будут дома. Значит, что мы по этому получаем? Я бы там ларек поставил с орлами. Ну, и по десятке продавал бы хотя бы. А, и терлы. Вот, и не такой орел. А за двадцатку вот ножовку можешь отпилить. Да, да. Нормально было бы. Вторую решетку поставить, с которой можно отпилить. Да, да. Пусть пилят. Ну, это хорошо. Сфоткаем. Вот. Вот так вот делать нельзя. И пусть пилят. Неправильно. Не барыги. Не барыги. Нет у них строя. Малый бизнес изничтожен. Вопрос о становлении. Вот я вам так скажу, Михаил Васильевич. Вот у меня все время в голове, так сказать, бродит много лет. Что что бы ни происходило, оно всегда происходит именно так. Вот как в лесу. Вот здесь вот бурно растет пруд, свежие всходы, огромные стволы. А тут всегда гниет. Уже упало, разлагается. А это, которое растет, сосет из него соки, так сказать. И поднимается. И в свою очередь тоже упадет. Чтобы дело было совсем диалектично, надо сказать, что все, во-первых, все падает. Пока мы с вами разговариваем, не знаю, какое, лично я старею. Но не из-за вас. Со мной такая же фигня. Как бы не странно, да? Вот старею. При этом я могу развиваться. Но есть масса людей, которые мне пишут, как ты состарился. Я им отвечаю, ты, я вижу, помолодел. Та же, как ты. То есть, может быть возникновение, то есть, переход ничтого бытия без прихождения. Перехода бытия в ничто. Не может быть. Вот я преподавал политэкономию в свое время на экономическом факультете Ленинградского университета. Ну и что? Вот в программе было написано. Возникновение и становление социализма. Как-то через это странно. Возникновение и становление. Потому что становление содержит в себе возникновение. А где прихождение? А нету прихождение. Поэтому настрой был у людей такой, что вот только все строится, строится. Отсюда вот такая вот манера выражения. Вас не коробит, когда говорят, строили социализм. А что такое строили? А он не разрушался при этом? Не боролись за социализм? А бы только строили его. Что каменщики все вольные все строят там? Есть главный архитектор. Вот сначала был Сталин главный архитектор. Потом Якулев главный архитектор по разрушению. Вот все вот архитекторы, строительство, надстройки, базисы. Нельзя вот это как-то понимать. В третий градус посвящение. Да. То есть, это период борьбы по принципу, кто кого. Или рабочий класс установит общественную собственность на средства производства. То есть, когда средства производят общими. А в какой форме? Государственной и кооперативно-колхозной. Если государство рабочего класса, конечно. Если не рабочего класса, он сейчас у нас государственная собственность. Ростнефть – государственная собственность. Росттехнологии – государственная собственность. Газпром – государственная собственность. Там государственная собственность, еще и направление «Газпроба» по 15 миллионов в месяц получает. Хорошо? Неплохо, да. А они всю прибыль отдают государству. Но прежде чем отдать прибыль, они сначала себе зарплату сделают такую большую. А дальше, как во всяких частных компаниях, зарплата, как в частных компаниях, на равных. Это же на равных. Это вот в период становления социализма был госкапитализм такой сектор. То есть, все это национализированные предприятия, они по плану не развиваются в общественных интересах. Как хотите, так и действуйте. Ну, прибыль, пожалуйста, сдавайте. Ну, вы себя отчислили на зарплату. И чего осталось? Отдали государству. И поэтому постепенно этот вот сектор, госкапитализм, исчез. В процессе развития государственного сектора потом исчез. Потому что планы стали делать на всю страну. И сначала пятилетние, потом годовые. И вот постепенно подобрали все те предприятия, которые пока на рыночных началах действовали. А пришли такие, как Яковлевы, давай все на рынок. Давай пусть рынок все решит. И он порешил наше предприятие. Там ЗИЛ-120 тысяч человек было. Где этот ЗИЛ? Нету. Говорит, осваиваем территорию. Теперь нам надо осваивать территорию Красного Выборожца. Сейчас скоро будет освоение. Вот там был завод, как у нас. Маш, завод на Большом Самсоневском. Там делали ракеты. Сейчас вот было там дома строить. Ну, ракеты, может, еще и делают кое-где. Но сколько уже порезано. И продолжают резать. Сколько построил этот товарищ Уликаев предприятие за время, когда был министром экономического развития. Он говорит, он меня оценивает не потому, сколько я построил, а сколько я разрушил. Потому что я заказы Вашингтона выполняю. Я не считаю, что это заказ вот так буквальный. А просто он в интересах иностранных государств действует. Это зафиксировано в выступлении советника президента товарища Глазьева. Причем в докладе его Межведомственной комиссии Совета безопасности. Где он говорит, что действует в иностранных государствах. И я, так сказать, на эту тему выступал. И письмо президенту написал, что наш финансовый блок во главе с Набиулиной действует в интересах иностранных государств. Брала Набиулина деньги или нет. Но они своей ключевой ставкой сделали невозможным развитие нашей экономики. Потому что в кредит ничего понять. И с этим все согласны. Сидит и не дает. Кто же тогда такой? Кому же она подчиняется тогда? Если это все как один. И рабочие, и крестьяне, и интеллигент. Все говорят, снисти ставку до американской. Американская от нуля до 0,5%. Ну так деньги пошли. Я у вас взял кредит, потом отдал. Что плохого? Я же отдам, если я буду. А сейчас только можно взять для того, чтобы обанкротиться. То есть я не отдам. Оформить то обстоятельство, что я отдавать не собираюсь. Для этого берут. То есть вся эта банковская система сейчас пустое, так сказать, наслоение паразитов. Это не что иное, как ростовщические конторы, которые берут деньги. Где? Да не свои. Берут в Центробанке. И потом, то есть это как щупальца Центробанка. И потом дают всяким проходимцам. Проходимцы. Вот список проходимцев, которые вывели все деньги за границу и уехали. Печатался в российской газете. Там один 200 миллиардов вывез. Но это не его же деньги. Уставной капитал там маленький. Но они соберут деньги вкладчиков и поехали. Дальше садятся на самолет и выезжают туда. А теперь начинают решать вопросы об экстрадиции. Как его оттуда достать. Ну, кого-то и достанут. Но это долго будет. А деньги-то эти уже не достанут. Тут отдельный интерес. Что там же на Западе, как известно, все честные. Там все учтено. И ничего воровать нельзя. И коррупции там нет. А вот здесь, значит, воруют. Отсюда везут туда. А там все давай. Вези еще. Вези скорее. И нам твои ворованные деньги очень-очень нужны. А потом, когда ситуация повернется, скажут. Каддафи воровал деньги у ливийского народа. А вот Полонский, который 7 миллиардов рублей украл у москвичей. Которые последние собирали, чтобы квартиру себе сделать. Как бы с инвесторами. Он с приятелем. Тот изображал строителя. Этот изображал себя. Он собрал и уехал в Камбоджу. А в Камбоджу приехал. Он говорит, полтора миллиона долларов. И мы тебе оформим, что ты здесь местный гражданин. И Россия тебя не достанет. Он говорит, не, я не буду. Начал там бузить. Он везде бузил. Ну, вот он побузил, побузил. Говорит, ладно, экстрадируем вас в Россию. До свидания. В тюрьме. В тюрьме-то он сидит. А денежки-то все? Плакали? Вот. Поэтому возвращаемся к вопросу о становлении. Значит, становление это самое такое красивое и точное изображение переходного периода. Что такое социалистический Китай? Что там, социализм построен? Нет. Нет. А что там, капитализм? Нет. А что там? А и то, и другое. Как у нас. У нас было пять укладов. Патриархальный, мелкобуржуазный, то есть мелкотоварный, так, частный капитализм, госкапитализм и коммунистический уклад. Я все время говорил социалистический, потом, готовясь к одному из занятий, открыл экономика и политика переходного периода. Диктатура пролетариата в переходном периоде. Ленина. Экономика и политика в эпоху диктатура пролетариата. Вот точное название книги. А там написано коммунистический уклад. Ну, правильно, коммунистический уклад. Какая ситуация, скажем, в Лаосе, на Кубе? На Кубе тоже был уже, так сказать, закончен переходный период. Можно было сказать, как это выглядит на языке гегелевском? На личное бытие социализма. Не переход к социализму, а на личное бытие. Дальше глупо строить социализм, если он построен. Вот у нас тоже было глупо строить. Построили социализм в середине 30-х годов? Говорят, что будете дальше делать? Будем заниматься социалистическим строительством. Ну, вот представьте, дом построили, а потом будут заниматься. И что тогда? Надо что-то брать, рассаскивать или что-то еще делать. Вот что это? Или изображать какую-то работу, если вы будете заниматься социалистическим строительством. Поэтому можно сказать, ну, с чего вы тут за эти понятия держитесь? На личное бытие или становление? Ну, если у вас есть построен социализм в середине 30-х годов, а социализм – это что такое? Коммунизм. В первой фазе. В первой фазе. Молодой коммунизм. Ну, я вот спрашивал студентов, вот вы молодой человек – это человек или нет? Ну, человек. А молодой коммунизм – коммунизм или нет? Коммунизм. Я же, вы не скажете, что молодой человек – это лягушка. Ну, не так, не поворачивайте язык. Так, а что вы думаете? Ну, есть некоторые жабы. И люди спрашивают. Нет, у нас социализма, у нас коммунизма не было. Ну, как не было? Даже армянское радио спрашивает, когда будем жить при коммунизме. Армянское радио так сердит и отвечает. При коммунизме уже жили. Поживите теперь при капитализме. Вот нам с вами довелось пожить. И при коммунизме. Вот в переходный период от капитализма к коммунизму мы не жили. Не повезло. А вот в переходный период… Вот был 18 лет, короткий. А переходный период от коммунизма к капитализму жили 30 лет. С 61 по 91. Вот как-то мы убрали диктатуру Патриата на 22-м съезде и понеслось. 30 лет. И вот у некоторых язык поворачивается и говорит, что Советский Союз развалился. Хороший же вы строй построили, если он сам берет саморазваливающийся строй. Знаете, вот есть упаковки очень хорошие для молока, сметаны, которые сами разлагаются на солнце. Это что, строй такой построили там? По Кальке Марксу саморазлагающийся строй. И все как они, хорошие люди говорят. Советский Союз развалился. Я говорю, дорогой, а еще не видели, какая была борьба с Запада какие были события? Внутри предатели были. Один предатель – Хрущев. Второй предатель – Горбачев. Третий. Он же секретарем Свердловского обкома был, Ельцин. Он же был секретарем Московского горкома. Он хотел под какой-то лестницей залезть в одной лестнице, в политбюро. Не получилось. Тогда он под другой выкинул билет и под другой лестницей залез. Главное, наверх. Карьерист. Карьерист. И эти карьеристы, они, видите ли, развалился Советский Союз. Так они же разваливали его. Что, не Ельцин его разваливал? А вот эти, которые голосовали в Верховном Совете за то, что за независимость России. Декларацию о независимости России. Это не они развалили Советский Союз. Осталось непонятно, от чего у нас независимость. А от Узбекистана. Меня тут поздравлял один товарищ гастарбайтер. Говорит, поздравляю вас с Днем Независимости. 12 июня. Я говорю, что мы от вас освободились, что ли? Это имеется в виду. С чего независимость это? Ну, а ведь Украина, вот сейчас мы ругаем людей, там Майдан был. Ну, кто им пример-то показал? Это же наш Верховный Совет. Причем проголосовали, так здорово. За декларацию независимости России. Ну, ах. Так это что, это развалился Советский Союз или вы разваливали его? В том числе своим голосованием. То есть... На мой взгляд, для начала, прежде чем рассказывать о том, как он развалился, было бы неплохо ознакомиться с бюджетами западных спецслужб, которые они тратили на развал. Это правильно. И осознать, они на дело идут, не на дело. Вот давайте ближайший пример. Посмотрим на Украину, где гражданка Нурн, не моргнув заявляет, да, мы 5 миллиардов долларов дали на продвижение демократии. Ну, вот после этого, значит, как мы будем... А на Советский Союз, надо думать, тратили меньше, да? Вот спрашивается, так после этого мы должны понимать, что вот как вот скажешь, так вот и будешь рассматривать. Если он сам развалился, ну и туда ему и дорога. А если его уничтожали, то вот этих сволочей надо, сказать, не ждать, вот когда Горбачёв сам умрёт, а его надо судить и как изменника Родины расстрелять. У нас же смертная казнь не отменена, просто мораторий. Ну, снять мораторий, а потом снова потом надеть. Ну, Горбачёва расстрелять, всё равно он себя плохо чувствует. Не надо... Сейчас кто-то обсуждает на Западе вопрос, что, я скажу, как вот разрешить, чтобы сами люди... Эвтаназию. Эвтаназию проводили. А тут надо... Народ-то должен какую-то эвтаназию делать. От таких негодяев надо как-то избавляться. И в назидание другим. А иначе вся система искажается. Если за развал Советского Союза ничего не дают... Ну, чего вы прицепились к Улюкаеву? Он всего взял 3 миллиона долларов. А этот Советский Союз развалил и ходит хоть в окне. А Улюкаеву бедную страдает. Не за что фактически. Ну, фактически они говорят... Вот все эти рибералы говорят, за что человека посадили? Во-первых, он взял меньше, чем мы всё время берём. Они как-то загрузили, потому что выяснилось, что сейчас вот в любой момент можно... Они даже не знают. Первая стадия... Есть они в разработке, нет их в разработке. Первая стадия Галдежа была, это что вообще за деньги? Да, это очень за деньги. Вы за что его обвиняете, да. У вас, верно, их нет. А у тех это вообще посидеть. Не смешно, да. Смешное. Короче говоря, вот пример. Что такое термин? И вот становление. Как же можно не видеть противоположное? Хорошо. Значит, закончился... Кстати, извините, я от себя перебью и замечу, что руководитель такого уровня взял чемодан с баблом и куда-то понёс, сказал, второй несите следом. Он не боится брать деньги. Ни водителя послал, ни это самое. Это говорит ровно об одном, что за этими чемоданами он заезжает с чистотой минимум раз в месяц. Это обычное совершенно действие. Во-вторых, эти люди, когда видят деньги, они теряют голову. Ну, как вот. Вы же сами приводили эту выдержку, которую цитировал Маркс в «Капитале», что вот если 300% прибыли он увидит, всё. Нет такого преступления. Нет такого преступления, на которое он и не пошёл. Вот и нет такого для него преступления. Ну, чемодан увидел и всё. Утратил рассудок. Значит, вот давайте маленький итог подведём. Значит, какие у нас страны социалистические, в которых социализм не построен? Их-то не так много. Китайская Народная Республика, Лаос, социалистический Вьетнам – 90 миллионов человек. Вообще немало. Сейчас все уважают. Путин с президентом встречался. А Медведев встречался с генеральным секретарём Компартии в Вьетнаме. Ничего? Хорошо? Не западло интересно генеральному секретарю встречаться? Ну, почему? Он тут решает политико-экономические проблемы. А там он же в переходном периоде. Там же и капитализм есть во Вьетнаме, и коммунизм. Они борются. Ему надо поддержать коммунистическую часть против капиталистической части. Вот занимается переходом к коммунизму. Я там был. Куба. Наблюдал диалектику в действии. Они живут бедно, откровенно бедно. Ну, как и вся Юго-Восточная Азия. А значит, например, в ресторанах нет холодильников. А через это все морские гады пойманные. Только пойманные. Немедленно готовятся. Еда свежайшая, вкуснейшая. А представляете, у нас не было бы холодильников. Всю бы колбасу это выбросили. Ну, я помню, когда их не было. Когда масло лежало в баночке с водой. И всё. А масло большими такими кубами стояло. Его нарезали, каждый раз щищали. Сейчас ничего не щищали. Мы это всё съедаем. Что раньше щищали. Значит, что ещё осталось? Куба. На Кубе был построен социализм. При Кастро. Пока, как говорится, он был руководителем. Ну, братец его объявил, что давайте миллион самозанятых отправим рабочих. И теперь там самозанятые. Самозанятые – это такой термин новый придумали. Для мелкобружазии. Для мелкого хозяйщика, работающего на рынок. Раз есть мелкобружазный уклад, они ушли в переходный период. И в этот переходный период на Кубе решается вопрос, кто кого. Тут же и Обама туда приехал. Помогать. Помогать. 50 лет блокады. Решать вопрос, кто кого. А теперь я вам помогу. Помогу. Значит, и что у нас есть? Социализм есть где-нибудь, как наличное бытие? Есть. Где? В Северной Корее. Вот недавно хороший такой справочник издали. Специально на русском языке. Там говорится об успехах в развитии науки, техники, технологии, народного хозяйства, сельского хозяйства, в промышленности, транспорте и так далее. Там построен социализм. Следует ли из этого, что там нет отрицательных тенденций? Они обязаны. Это уже не становление. Это отрицательные тенденции, которые вытекают из другого. Если вы имеете что-нибудь, как наличное бытие, то надо посмотреть, из чего тут могут вытекать. Потому что наличное бытие есть результат снятия становления. Значит, это становление не налицо, его не видно. Все могут быть красные флаги или красное золото и так далее. Видите, Ленин, Маркс, Сталин, что хотите. Но также могут быть карьеристы, бюрократы, могут быть взяточники и так далее, которых расстреливают, между прочим, в Китае. А почему-то наши эти опыты не берут. Вот взяли и применили Кулюгаеву. А вот, например, в самом... Говорят, чтобы его не повадно никому было, мы его посадим под домашний арест. Испугали. Вот уже напугали Васильеву. Ну, тут я бы понял, почему он под домашним арестом. Он причастен к серьезнейшим государственным тайнам. И пускать его в сообщество уголовников нельзя категорически. А зачем его? Надо отдельное ему тюрьмо. Да, для них должна быть отдельная тюрьма. Нет, надо приговорить смертные казни и при исполнении его только через 10 лет. Через 10 лет. Ну, за 10 лет вы все узнаете. Да. Я вот замечу, кстати, что... А кто сказал, что надо сразу приводить... А вдруг ошибка какая-нибудь? А вдруг Улюкаев хотел для Родины... Полностью сделать хорошее. Полностью. А вот тут пришли такие злые люди, и раз ему и смертную казнь. Нет, я за отсрочку. Вот у нас был заведующий кафедры Уваров, Михаил Семенович, доктор философских наук. Он говорит, нет, я за смертную казнь, но надо обязательно отсрочку. Обязательно. Сколько вот нужно проверять? Ну, вот вы говорите, может быть, ошибка. Ну, сколько? Ну, 10 лет. Пусть 15 сидит, приговоренный к смертной казни. Это еще страшнее будет для него. А вдруг выяснится на 12-м году, что он, оказывается, цветочки выращивал и детям дарил. Тогда пусть его извиниться надо. Замечу, что в передовой капиталистической державе, в цитадели демократии, самой развитой на планете Земля, в государстве Соединенные Штаты, смертная казнь есть. Причем разнообразная. В одних штатах простреливают голову, в других штатах вешают за шею, в третьих штатах делают усыпляющий укол, как собаке, а в четвертых штатах в газовой камере травят ядовитыми газами. Что-то никто не жужжит. Нет, там же гуманин, там не укол, а три укола. Первый укол, чтобы вы успокоились. Второй, чтобы вам весело стало. Второй, третий, контрольный. Вот вы призываете нас к демократии, я правильно понимаю сейчас, что мы демократические формы обрели, а у нас пока еще, до сих пор в России демократии настоящей нету. Вот нету как в Америке. Нету. Смотрите, и ставки кредита нет такой, и вот нету такого расстрелов. Расстрелов нет, безобразие. А без расстрелов вы не сможете уменьшить. Никогда расстрелами вы не уничтожите. Явление, которое вы все время порасает. Нет. Но уменьшить масштабы, конечно. Если парень начал... Просто везде воруют сейчас. Если парень начал безобразничать, и его сразу не пристрелить, он так ничего и не поймет. Американская народная мудрость. Ну, вот, значит, что мы получаем? Получаем, что и в Северной Корее, которая является социализмом, есть что? Ну, это какой? Что такое социализм-то? Коммунизм в первой фазе. Я, извините, перебью, Николай Васильевич. Тут многие сразу скажут. Ну, и вали в свою Северную Корею. Они не отпускают. Они там комбикорм едят. Тут у меня возражение созрело. Если такое смертоносное противоречие. Если человек, который одобрительно относится к одной разновидности общественного строя и, так сказать, отрицательно к другой. Значит, эти должны валить в Южную Корею. А всем, кто против, лично я предлагаю валить в Бангладеш. Там вот капитализм расцветает. На Уженную Землю. В самых замечательных формах. Нет, в Ливию надо. Там как раз приготовили все очень хорошо. Многие государства развитые, капиталистические, участвовали в создании там хорошей, нормальной обстановки. Замечательные. Там вообще получилось. И государства нет. Получилось, да. Все получилось. Туда пускай. Потому, что люди оттуда местные все уезжают. И самое время для наших либералов туда и валить. Да. Самое время. Я не сомневаюсь. Я, между прочим, был там две недели. В Ливии? Нет. Я был в Северной Корее. Я с удовольствием бы туда валил. Я бы с интересом съездил. И в Северную, и в Южную. Ой, там очень хорошо. А в Южную я просто наблюдал. Там вот такая была картина. Голая такая женщина. Дескать, валите к нам оттуда. А северокорейцы... Заманивали? Заманивали, да. Заманивали. Но не заманили. Мерзавка. Вот. Так что, что там происходит? Что такое молодой коммунизм? Не развитый. По Марксу, по Ленину. Это коммунизм с родимыми пятнами капитализма. Но раз с родимыми пятнами капитализма, значит, есть другая тенденция. Противоположная коммунистической. Одна тенденция к развитию социализма в полный коммунизм. То есть, молодого коммунизма в коммунизм полный. Неполного в полный. Неразвитого в развитый. А другая противоположная. И есть носитель и той тенденции, и этой тенденции. То есть, есть с чем бороться. Государство прекращать свои функции не может. Уберете вы диктатуру Патриата, все, уничтожено будет общество это. Как коммунистическое. Что у нас и произошло. Потому что не понимали, что есть противоположные... А почему не понимали? А потому что строительство, социализм и строительство... Так это идет борьба противоположностей. А вот не понимали. Ну, а были же целые институты. Во всех высших учебных заведениях преподавали. Целые институты, если они не изучают науку логики... А толку никакого? Как же так? Это бестолковые институты, потому что... Что такое марксизм? Три источника, три составных части. Мы берем самую главную часть, которая все одухотворяет, диалектику, ее выбрасываем. И что получается? Политокономим без диалексики. Как говорил Ленин, нельзя вполне понять капитала Маркса. Особенно его первой головы. Не поняв, не прошедшировав всей логики Гегеля. Поэтому никто из марксистов не понял Маркса и полвека спустя. Назовите мне, кто читал науку логики, изучал из наших руководителей, кроме Ленина. Товарищ Сталин? Нет. Тоже не разбирался, что ли? Не читал. Ну, по много всяких причин можно найти, по кому. Не нашел времени. Но не надо оправдываться. Сталин был и председателем комитета обороны, и главнокомандующим. И строил социализм, и на конфронтах гражданской войны. А мы-то чем оправдаемся? Вот я же 45-го года все жил лучше, лучше и лучше. А тут, когда все стало разваливаться, опять не хуже. Потому что я на таких должностях и в таком месте нахожусь, где хуже не особенно стало. Ну, хуже, конечно, но не особенно. А народ страдает. Поэтому, если мы не понимаем вот этот неполный коммунизм, как процесс борьбы, и не относимся к нему так же внимательно и строго, как, скажем, в той же самой Северной Корее, а делаем так, как призвал Хрущев, дескать, все, классная борьба прекратилась. Никакой борьбы в обществе нет. Государство у нас общенародное. Ну, это вообще жареный лед, как говорил ингредиент. Что такое общенародное государство? Государство эту машину носили в интересах проведения и отстаивания интересов определенного класса. А я хотел бы еще и вот один аспект подчеркнуть экономически. Вот если я социалистический работник, в чем я заинтересован? Откуда этот вот отрицательный момент? Если я заинтересован в росте общественного богатства, правда? Потому что у нас общественные фонды потребления, больше образования, больше лыжи вам дадут бесплатные в школе, медицина будет процветать. Но, а если будет меньше этот общий котел, ну, больше моя доля. Это же выгодно мне тоже. То есть, мои интересы тоже противоречивые. Я и в росте общего богатства заинтересован. И в том, чтобы получить большую долю меньшего пирога. И это относится не к тому, что у меня в голове, от того, что соответствует моему положению. Я, если я социалистический работник, получаю заработную плату. Чем поменьше поработаю, чем побольше получу, тем лучше. Согласитесь для меня. Замечательно. Замечательно. Нет, но я могу побольше поработать для общества. И тоже у меня зарплата повысится. Так, вместе с вашей. Я очень рад, что с вашей. Но если у меня повысится и без вас, то уже неплохо. Поэтому вот такой момент, он остается. Все же знают, что вы говорили об этом. Что это еще буржуазное распределение. Это одинаковая мерка к разным людям. Одно много детей, у другого мало детей. А платят зарплату независимо от этого. Один здоровый, другой больной. Все равно платят зарплату независимо. Поэтому, хотя вот мы имеем сейчас свежие расчеты. Расчеты такие, что у нас по потребности. То есть, у кого больше потребностей, то мы больше даем жилье. Но если у вас большая семья, то вам больше дадут, чем мне. Если у меня маленькая семья. 52-56% распределялось всякого богатства, на которое шло фонда распределения. А по труду меньшая часть. Даже если бы она и не большая часть была, все равно. Это основное распределение. Коммунистическое. А это по труду. Это еще буржуазное право. Как говорил Ленин и Маркс. Это остается еще в горизонт буржуазного права. А если это остается, что же вы говорите, что у нас нет никаких, так сказать, ничего отрицательного. Нет никаких тенденций. Причем для того, чтобы была отрицательная тенденция, не надо, чтобы были враги. Ну вот если я сделал неправильный какой-то поступок совершил. Если я в коммунистическом обществе, значит, мой поступок-то антикоммунистический. Так что, я антикоммунист? Нет. Это если у меня определяющим для меня это является. А это вот у меня отдельные поступки, я иногда совершаю. Взял и напился. Взял и урну разбил. Даже Маркс однажды вышел с Энгельсом и урну разбил. Так что, он антикоммунист? И вот эти все поступки, которых много, миллионы людей, десятки, сотни, миллионов. Это сейчас у нас одна сотня с половиной. А были же 300 миллионов в Советском Союзе. И вот эти поступки складываются в могучую тенденцию. Если с ними государство не борется. Они говорят, что государство не должно бороться. Государство все. Государство общенародное у нас. То есть, ничего не надо делать. Это очень хорошо. Забраться на самый верх и ничего не делать. Вот это победило. Поэтому, с этой точки зрения, но это практически важно, понять. Ну, хорошо, сейчас вот, допустим, восстановится Советский Союз. Восстановится социалистический строй. Коммунизм. Так что, опять снова будет? Опять будут люди спать? Самоуспокаиваться или надо настроиться, что вся эта наша жизнь есть борьба? Борьба, да. А вот при коммунизме полном будет борьба? Безусловно. Объясняю. Поскольку мне пришлось, однажды вот случайно меня вызвали в Доме политпроизвещения. Говорит, Михаил Васильевич, не приехал лектор. Артисты. Драматических театров. Вы можете выступить? Я понял, что я ему тогда расскажу? Я решил вам рассказать про коммунизм. Что будет при полном коммунизме. Говорю, все равно мне там не жить, вам там не жить. Давайте посидим, помечтаем. Только не совсем помечтаем. А вот скажите, пожалуйста, при полном коммунизме будет борьба нового со старым? Ну, будет. А скажите, пожалуйста, вот новое, когда оно рождается, оно сильнее старого или нет? Слабее. Слабее. Вы посмотрите, вот мамочка едет с ребеночком. Да это ребеночек-то он вот такой маленький, что он может сделать против мамочки. Новенькое, когда рождается всегда, новое передовое, оно слабее старого. А вот теперь скажите мне, вот вы когда-нибудь соревнования смотрели, вот что побеждает? Сильнейший или слабейший? Сильнейший. вывод. Логически какой. Заборет, да. Значит, старое отсталое, реакционное будет бороть новое передовое и побеждать его будет. Значит, трагедии будут при полном коне? Безусловно. Где? В науке, в культуре. Везде. В везде, в личной жизни и так далее. Но! Вот это новое, оно полностью будет растоптано? Или, раз оно новое передовое, то его не уничтожат? Я думаю, оно лезет, пищит и побеждает. Да, вот как бамбук идет через асфальт, пробивается и все. Еще пока не побеждает, а набирает силу. И, наконец, оно уже на раунах, и, наконец, оно побеждает. И хочется возрадоваться, вот как Хрущев возрадовался. Все, борьба закончилась. И тут появляется новое передовое, по отношению к которому вот это победившее уже старое, и оно очень здорово пытается голову отвернуть этому новому. Это классовое? Да нету классов при полном. Нету классов. То есть диалектика показывает, что борьба-то останется всегда. Она вот носит классовый характер. Она при капитализме носит классовый характер. Она при социализме, потому что это рабочий класс, но уже нет второго класса противоположного. Потому что с крестьянством не борется рабочий класс. С интеллигенцией не борется, потому что они его союзники. Но это борьба против того, что враждебно интересам рабочего класса, интересам перехода к полному коммунизму. Вот какого рода здесь борьба. И государство поэтому. Полу государство, говорит Ленин. В государстве революции. Кто читал? Полу государство. Почему? Ну, нету противоположного класса, который надо подавлять. Но люди, которые выступают с позицией против рабочего класса, ослевают в интересах буржуазии будущей или международной нынешней, они все время есть и были при социализме, и нарождались. Ну, если я их не вижу, если я ослеп на один глаз, то надо подойти, чтобы меня ударить откуда? Справа или слева? Слева. И вот такая ослепшая партия, которая ослепила, или ослепили ее, так сказать, изменники вождей, такие как Хрущев и тот же самый Горбачев, который забалтывал, заматывал и запутывал, и тот же самый Ельцин. Это вот был такой анекдот по поводу того, как к соседу зашел товарищ один, а тот сидит у телевизора, и у него бутылочка, стаканчик этот стоит, он наливает, вот стакан, если пользоваться им, значит. Сосед спрашивает, ты что смотришь? Ну, вот Анатолий Михайлович, я смотрю. Так это не Анатолий Михайлович, а кто? Так это же Горбачев. Помните, он все там руками? А-а-а, тот говорит, а что же я думаю, что мне все хуже и хуже и хуже. В смысле, Чумака смотрит или кого? Кашпировский, Михайлович. Кашпировский. Тут же тоже так вот это все показывал руками. Но если собрать очень много людей, в это время обязательно кто-нибудь что-нибудь, у кого-то что-нибудь выздоровеет. Очень много, но по телевидению поэтому нужно обязательно. Я представляю, что бы было сейчас, если бы сейчас какого-нибудь Кашпировского выпустили, там всех зомбировать, какой бы вой поднялся. А тогда оно ура проходило. Вот мы рассмотрели вторую категорию. У нас в прошлый раз мы рассматривали становление, наличное бытие. Наличное бытие, раз оно в себе содержит становление, в нем это проявится, борьба все равно. Так или иначе. Потом, если пойти дальше, там есть такие... Вот уже про определение мы с вами говорили. Это очень важная категория определения. Определение – это такое качество, которое сохраняется в изменениях и воздействует на все остальное. Ну, а если это говорить на формальном, таком строгом, логическом языке, качество, которое есть в себе в простом нечто, и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто, в нем бытие. Ну, это уже, так сказать, формулы. Потому что, если я вам буду давать формулу предела, в математике тоже будет звучать довольно дико. Число А называется пределом последовательности хн, при n стремящемся к бесконечности. И если для любого, сколько угодно малого числа и положительного, и псилон, найдется такое n большое, что хн минус а по абсолютной величине меньше псилон. Это что, понятнее? Непонятнее. А вот предел, например, предел очень понятный. Я сейчас вот хочу рассказать, какие есть еще категории такие нам близкие, интуитивно понятные, но нет точного определения. Вот граница, что такое? Вот не скажете. Ну, некий предел тоже. То есть, если словами... Вот наоборот, предел это некая граница уже. Какая-то граница, еще к пределам выступает. Ну, вот я скажу, граница. Некоторые... Ну, что только про нее не говорят. Вот, допустим, есть два государства, а это то, что нас разделяет. Это если враждует государство. А если дружат? А это то, что нас соединяет. Вас не приводит это к мысли о том, что такое граница? Нет. Одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Можно я пример приведу? Вот этот стол или вот это вот мероприятие, в котором мы участвуем под вашим руководством, это нас соединяет и разделяет. Но вы же ведущие, не я же. Это нас разделяет. Но мы же вместе делаем одно дело. Это нас соединяет. А раз это оно и соединяет и разделяет, это граница. Граница наша. То есть, не между нами граница, а наша граница. Совсем другая технология. Наша граница – это вот... Вот это вот подготовка. Крайне непривычно. То есть, я слова не привык употреблять. вот так вот. Ну, а что делать? Надо тренироваться. Ну, хорошо. Возьмите любую границу, обыкновенную, географическую. Нейтральная полоса кому принадлежит? Никому. Ну, как же нехорошо. И тому, и тому, и не тому. Нет, и то, и другое. И обеим, и никому. Вот из самого начала мы говорили, что противоположности должны быть удержаны в одном. То есть, одно положение и противоположное положение. И принадлежит ближе. Теперь вот доходим до границы. Какая граница является пределом? Ну, вот, скажем, вот, видите, вот граница. Вот летит самолёт. Он не останавливается, так и пролетает через эту границу. Вот смотрите, пока он до границы не долетел, она для него не предел. Когда он границу пролетел, это, например, для него не предел. Когда предел? Когда граница, это является пределом. Сила диалектики. Отвечаю. Предел... Ну, я-то не сам придумал. У Егель написано очень просто. Предел – это границы, которые переходят, переступают. И это полностью отрицает обычное, обыденное понимание предела. Вот человек дошел до предела – это что значит? Значит, он уже его перешел. Идите дальше. Вот если человек ограниченный, он никогда не выходит за свой предел. Вот у нас товарищ был такой. Тоже Чердюков его была фамилия на кафедре. Он говорит, я делаю только то, что умею. Я профессионал. Ну, а я его подначил, говорю, так, а я все время делаю то, что не умею. Вот. А что вы умели, когда он было, ну, месяца три? Вот, кстати, когда взрослый, делает только то, что он умеет все время. Он так… hears и испражняется. Это же дурак. Дурак. Дурак ненормальный. То есть, ненормальный человек – это тот, который делает только то, что умеет. Нормальный человек – это человек, который все время делает то, что не умеет. А вы не будете браться за то, что вы и так уже умеете хорошо? Вам все время хочется vain сделать новое, хорошее… А новое – то вы не умеете… Если мне за это деньги платят… И нам платят. лунею по идее формально платят кого ты искать если я являюсь преподавателем и ученым но ученый это тот который дает новое что новое ничего не дает гоните его то есть нам платят только потому что мы делаем то что мы не умеем а мы делаем то что умеем скажу что сделали то это не научная работа и забирайте отсюда то есть совершенно естественно и наоборот кто такой ограниченный человек человек который не выходит за свой предел а вот елена ясенбаева известная прыгунья шестом легкотлет да так 28 мировых рекордов и ей уже установленных другие пришли посмотреть как елена ясенбаева возьмет очередной свой предел и у него восстановится же другой предел для нее вот выше уже аж не пошла а потом еще раз выше и так далее так вот кто такие рекордсмены это люди которые все время выходят за свой предел а что такое люди творческие они все время выходят за свой предел а те люди которые не выходят за свой предел это люди ограничены он будет я буду делать то что вот чего я умею то и буду серая посредством серые посредственность а беспредел а беспредел это вот люди которые в тюрьме это не вот на этом языке говорят наши журналисты они же на уколо и не читают а что говорят эти само по фиге не геологи и понимают его всю во всю и говорит вот там живут по понятию там свои понятия у нас все живут по понятиям MAS ТО тоже понять только другие понятии это и вы не по понятиям живете по законам а закон это что без понятия люди делают но люди без понятия творят какие то законную потом по закону диктатуры закона во первых это тоже ерунда бумага это закон бумага без закон это бумагу которая формирует те кто там сидет праваясь возведенные в закону воля господствующего класса. Это и есть диктатура, класса, она оформлена в законах. Что значит вы живёте по закону? Ну, измените закон и живёте по новому закону. Вот проблему нашли. Всё время меняют эти законы, там вообще невозможно успокоиться. Всё время меняют. Постоянно. Вы думаете, знаете законы? Оказывается, не знаете, потому что уже другой закон. А вам сразу скажут, они знания законов не отменяют. Не освобождает ответственность. Не освобождает за их невыполнение и так далее. Вот тоже пример. Ещё вот граница. Теперь я уже говорил, что когда вы переходите к учению о сущности, там вот появляется новый. Да, вот ещё вернёмся к учению о бытии. Вот там то, что мы ещё не прошли, а вот какие сокровища нас ждут. Вот, например, скачок понятия. Скачок – это что такое? Спроси. Говорят, вот прошёл где-нибудь, вот целый скачок произошёл. В развитии, в том всём. Никто не знает определения. А определение Гегель очень простое. Перерыв постепенность. Идут серые-серые бунди. Скачок. Допустим, у вас озеро в горах. Температура минус один, минус два, минус три, минус десять. Не замерзает. Птичка летела. Уронила веточку. Веточка упала. Раз и лёд сразу. Скачок. Перерыв постепенности. Так. Хорошо. А в политике что такое скачок? В политике, если, значит, произошёл скачок, это, возможно, военный переворот. А революция – это тоже переворот. А что, всякий скачок революции? Нет. Вот у нас скачков сколько угодно. Вот в Ливии скачок, в Ираке скачок. Оранжевая революция – скачки. И что, там поменялся класс у власти? Как была буржуазия, так и есть буржуазия. Поэтому правильно говорят, что на Украине просто произошёл переворот. Какой? Реакционный. В интересах этих иностранных государств. И этих иностранных государств там только нету. Значит, американцы прикрываются грузинами. И чёрт-те кем там. Американцев меньше, чем людей, которых они натаскали. Которые у себя-то уголки... Не, ну почему? Говорят, они там в СБУ целый этаж занимают представители ЦРУ. Но они немножко прикрываются. Не только же – Идругие должны быть там и так далее. То есть, вот вам обыкновенный… Ну, это что, революция? А что такое оранжевая революция? Это что – революция, а что такое революция? Давайте понятие. Революция – это такой переворот. В базе сильной отстройки, которая на место реакционного класса ставит класс прогрессивный, а такой переворот, который на место прогрессивного класса ставит, это контрреволюция, не просто переворот военный, Да. Никакой контрреволюции на Украине не произошло. Там был капитализм, а остался капитализм. Поэтому в рамках капитализма... Капитализм бывает такой, который пытается эту страну как-то так поднять, а бывает такой, который подмять хочет эту страну. И это делается руками и деньгами тех государств, которые об этом думают. Ну, если у нас империализм, так империалистические страны должны думать о том, чтобы расширять империю. Что тут такого ненормального? Они выходят все время за свой предел. Вот давайте Украину заберем. Дальше будете отдавать. Россию заберут. Это что, война у нас против Украины со стороны США или против России? Конечно, против России. В том числе и против Украины. В том числе и против всего. Да. Или говорят, что вы там в Сирии? Ну, хорошо, сейчас к вам придут в Среднюю Азию. Вы этого хотите? Видимо, да. Давайте лучше отбивайтесь в Сирии. И тоже надо понимать, что это тоже последняя база у нас. Единственная была там в Сирии. Сейчас эту базу уберут. Все. Средиземное море для вас закрыто. Потом вас запрут в Черном море. И потом в Черном море, как говорится, там только база Севастополь. Ну, и дальше скукожат эту самую Россию. Поэтому надо думать. И наоборот, там, скажем, осваивать нашу Африку. И, скажем, создаются военные базы на Дальнем Востоке. А там близко уже Соединенные Штаты Америки. Тоже рядом. Мы на своей территории-то можем создавать базы. Нас огружили 100 баз Америка со всех сторон. А мы на своей территории можем создать. Но она такая большая, что мы вот там поставим, а это будет рядом с Америкой. И на север, если его взять, северные всякие, так сказать, войска и северные наши мероприятия, они тоже обеспечивают нам известное, значит, стратегическое превосходство вот над вероятным противником. А для чего это идет? Для этого поддержания мира. Потому что мир поддержать можно только, если вы сильные. Если вы слабые, вас и забьют, и убьют. Чего тут непонятно? Чего тут непонятно? Говорят, зачем мы столько тратим на оборону? Ну, чтобы не кормить чужих солдат. Потому что вариант-то только второй. Либо своих ты должен кормить, либо чужих. Не можешь, не хочешь своих, кормить чужих. Ну, вот понятие революции же хорошее. Это скачок. Это переворот. Это понятие скачка. Разработано и вот эту теорию скачков. Что вот идет, изменяется количество. Потом скачок. Качественный. Потом это качество нарастает. Без изменения качества идет, идет нарастание количества. Еще скачок. Ну, вот так появилось и у Маркса Энгельса. Общение о формациях. Первобытной общины, коммунизм. Рабовладение. Феотализм. Капитализм. И снова коммунизм. Можно это сложить. Три. На общественной собственности основывающиеся строй первобытный коммунизм. Потом три способа производства основанные на частной собственности. Это отрицание коммунизма. И второе отрицание. Возвращение коммунизму, обогащенному всем тем, что дал капитализм. Мне уже здесь приходилось говорить, что не надо просто брать и ругать капитализм. Потому, что коммунизм выходит из капитализма. Макс называет, что там родимые пятна капитализма. Кто мама коммунизма? Капитализм. Капитализм. Я понимаю, что вы скандалите с мамой. Ну, скандалите, но вообще не забывайте, что это мама. Что если вы хотите, чтобы у вас был социализм или коммунизм, так вы думаете, не будет производства если хотя бы какого-нибудь. Хотя в капиталистическом. Не будет рабочего класса. Не будет несоответствующей власти. Никаких возможностей. Развивайте. Развивать-то надо всегда производство. Развивать производительные силы никогда не останавливаются. Поэтому, скажем, такое широкое и хорошее понимание того, что происходит. Вот переходим дальше к учению о понятии. Учение о понятии. Ну, вот понятие, вот смотрите, вот это вот учение о бытии, это учение о сущности. Очень тяжелое и самое трудное, если все уже люди пищат по поводу вот этой книжки. То вот здесь, раз это отрицание, не только сложнее. Даже вот для Ленина сложно было оно. Пишет. Ну, здесь понятно. От бытия к одного бытия идем к другому. Бытие иное. Нечто иное. Вот сейчас я еще на этом остановлюсь и перейду вот к этому. Дмитриевич, вы равны самому себе? Да. Второй вопрос. Дмитриевич, вы не равны самому себе? Обратно, да. Вот. Видите, что значит, подготовленный человек. Это что значит? Вот два противоположных учреждений, которые описывают изменения. А как еще вы опишете изменения? Никак. Если я скажу, вот скажем, вы занимаетесь и оставаетесь равными самому себе. Если они остаются равными самому себе, я, конечно, могу сказать, что, значит, вы не поняли. Вы, сколько я, вот уже второе занятие провожу по новой физике, а ты все равны самому себе. Ну, поскольку я уже опытный преподаватель, видимо, я такой преподаватель. Что такой я преподаватель, что уже вторые вот полтора часа пытаюсь занять, и все равно слушатели остаются равными самому себе. Гнать надо меня в шею. Ну, логично? Согласен. Хоть вам так вот, да не так, вроде как это не хочется такое говорить, но что делать? Ну, да правда уж говорить, что есть. Второе. А если, значит, вы, если я скажу, что вы только стали совсем другим человеком, так, вы стали другим человеком после изучения? Просто прослушивание и обдумывание, и прочитывание, да? Так, эти паспорта, знаете, старые сюда, мы их доставим куда надо. Вот, а вам надо новый, вы другой человек, не надо захватывать чужие документы. Ну, так ведь? Да. Ну, а как? Вам документы тогда даны на то, а вы уже другой. Поэтому иначе как вот изобразить изменения, как равенство с собой и неравенство с собой, невозможно. И как называется, какие категории для этого? Ну, для этого придумывали категории, которые откуда взяли? Из языка. Вот в себе быть и это разенство с собой. Вы в себе? В себе. И даже, если вы вышли из себя, вернитесь в себя. Придите в себя. Придите в себя. То есть, снова станьте равным самому себе. Вот такой хороший, милый и так далее, а вы уже начали кричать на людей и кидаться, бросаться. Не надо кидаться, бросаться. Это вы вышли из себя. Вернитесь в себя. Придите в себя. Или я вышел из себя. Это еще что? Это как это было? Кто бы вам позволил выходить тут из себя? Идите куда-нибудь к себе домой, и там выходите. И себя. То есть, в себе вытяните. А как вот другой момент неравенства с собой? Вытяните для иного. А это что, два разных человека? У вас два куска, что ли, есть? Вот этот кусок, это равенство с собой, а этот неравенство. Все пронизано этим. Не найдете вы такое вот место, которое, можно было бы сказать, это вот равенство с собой. Вот желудок, это равенство с собой. А сердце, это неравенство с собой. Ведь он все время бьется. А желудок, о чем он бьется? Если бы закинули, то дно, он равенство с собой. Если нет, то и неравенство с собой. А если вы начнете диалектически рассматривать человека, в отличие от рассмотрения трупа, то вы скажете так, а где вот кончается ваша рука? А может тут. Где-то она ваш тут. А скажите, пожалуйста, вы про живую руку говорите? У вас это цепная рука? Это не муляж? Живая. Если живая, то она с кровью? Конечно. А кровь-то откуда идет? Циркулирует. А раз она циркулирует, значит вы можете сказать, что вот тут рука, а там не рука? Нет. Не можете. А вы так можете пальчиком пошевелить? Конечно. Вот обрачи говорят, да? Да, это откуда сигналчик-то пошел? От моста. Вот. Так может у вас отсюда рука начинается? Согласен. То есть, вот это называется органическая целость у Гегера, то есть организм, это учение понятий. Не можете, это вот механическое, да, вот механизм с головой, видели, нет? С головой, нет. Вот это все. Говорит, давайте механизм сделаем, который управлять будет нашей экономикой. То есть безголовые что-то сделаем, да? Давайте. И посмотрим, что будет. Ну что, уже пробовали, уже сделали механизм. Вот эти безголовые люди сделали безголовую экономику. Вот тот же Ивлюкаев, он же все время... Мы ждем, у нас прогнозы. Вы ничего не делаете без денег. Деньги получают, ничего не делают. Вместо того, чтобы строить заводы и фабрики, а для этого надо же думать головой. Дескать, пусть механически все само делают. А как вы можете, механически в условиях империализма. Ну, вас скушают просто другие капиталисты, более крупные. Они это не ждут. Они настроят свои заводы, будут здесь эксплуатировать. Даже уже Трамп возмутился. Говорит, вы вводите куда-нибудь в другие страны, в том числе и в Россию. Там, скажем, General Motors или General Electric. Вы вводите туда. И там, пусть в грязи, в тяжелых условиях, все это делается. И, говорит, нам привозят. Так, вроде бы, там дешевые рабочие силы используют. А там привозят такая же цена. То есть, у них здорово эти делают капиталисты. Они никакой вот всю прибыль от этого, от того, что они по дешевке делают в других странах, они забирают себе. Говорит, нет, так он и не пойдет. Говорит, Трамп, давайте тогда здесь будем производить. Ну, хоть раз никакого толку для американцев нет. Для неамериканцев нет, а для капиталистов есть. Только для амперистов. Поэтому, ну, он, конечно, тоже понимает, что вот он, лишив себя вот этой всякой промышленности, они ослабевают. Ну, и понятно, что хорошо. Там расширять, там расширять. Но вы останетесь ни с чем, тоже пустые. И все будет у вас, как говорится, в частичное здесь. А если там тоже сделают санкции, и все прикроют, и вы останетесь только с разработками. И что с этими разработками пустые? Вам идея молока, а нам молоко. Вы с идеями останетесь со всеми. Поэтому, в общем-то, толковые люди тоже это понимают. От этого он не перестал быть капиталистом и представителем эмпилитического класса, и неаленький к строить иллюзии. Но, по крайней мере, он в некоторых моментах понимает, как опасно для государства. Вот, поэтому, когда мы говорим вот о целостности, о единстве, то вот эта книга на это внимание обращает обязательно все время. И наоборот, она различает. Есть химическое сродство, есть органическое целостность. Ну, а если мы общественное берем, ну, это самое сложное. Это самое сложное, как мы его до механизма хотим довести. До того, что делается механизм. Вот скелет, он механический. Знаете, можно так вот толкнуть его, и будет так качаться все это дело. Это механическое движение. Вот и нам хотели сделать хозяйственный механизм у Лукаевой. И стараются до сих пор. И там остались эти у Лукаевой. И Набиулина у Лукаева, и Дворбович у Лукаева. И этот самый Шувалов, который вице-премьер из той же оперы все время норовит. Как бы что-нибудь распродать? Об этом уже был разговор. Ну, что вы, с чем вы занимаетесь? Это экономика. Значит, надо распродавать все, что у нас есть, и пенсию не повышать. Это же стыдоба смотреть, как они решали в Думе по пять тысяч выделить пенсионерам. Почему? Вместо того, чтобы взять и проиндексировать. В нарушение закона. Закон специально принимали разовый, чтобы заплатить чуть-чуть поменьше, чтобы сэкономить. На ком сэкономили? На тех, кто участвует в восстановлении народного хозяйства, и так далее. Участвует в Великой Отечественной войне. Молодцы. У нас, говорит, мораль. Новая. У нас новая экономика. Государство и справедливость. Государство и справедливость. У нас диктатура закона, сейчас премиум закон о том, что пять тысяч, а там вам всем должны были давать. Пять получите, будьте здоровы. Зачем вам две тысячи? Ну, люди, которые по 350 тысяч получают в месяц, решают, чтобы дать пенсионерам по пять тысяч. Красивая картина. Интересно наблюдать. Ну, вот, что-то же Ленин и Энгельс говорил об этом, что вот в этих книгах бесчисленные богатства содержатся. Тот человек, который вот это освоит, он будет духовно богат. Хотите быть богатым, духовно? Конечно. Денег мы вам не обещаем. Ну, и затратить не надо денег больших. Одно с другим не связано. Вот ради этих духовных богатств, о некоторых я успел сказать, но их так много, что вот никак не укладывается в один ролик. Я могу попросить... Несколько роликов сделаем. Давайте про богатство еще будем говорить в следующий раз. Когда будет такая возможность. А сейчас, видимо, будем заканчивать. Ну, на чем мы закончим? Что, конечно, надо продолжать изучать, несмотря на трудность и сложность, потому что все научное на самом деле является сложным. А сложное, это сложное из простых. Сама эта книга построена так, что идет от самого простого. Уж проще, чем чисто, у тебя ничего нет. Вот она. Самое простое идет дальше через учение о сущности и дальше через понятия. И вот это движение, и есть движение от простого к сложному. Ну, самое методически выверенное. Нет таких других книг, которые бы так были построены. Ну, кроме капитала. Капитал вот тоже так же построен. Начинается с простого и дальше идет. Ну, вообще, построение такое. И в математике. Хотя там нет диалектики. Но построение тоже идет от простого к сложному. Там взяли аксиомы и неопределяемые понятия, и на них строится все обширное здание математики. Поэтому с точки зрения методической можно быть уверенным, что это надежно, что этим стоит заниматься. Ну, и не надо думать, что пользу вы получите тогда, когда все поймете. Пользу вы получите потому, что вы начинаете такую внутреннюю и постоянную работу над собой. А человек, который тренирует свой мозг, от этого никогда не проиграет. Книжки были в серьезном употреблении, зачитано в лучших традициях, проработано с карандашом, все как надо. Ну, я думаю, что в два ролика мы не уложим все, Михаил Васильевич. Спасибо вам большое. У нас задача всемирно-историческая же. Да. Спасибо вам большое. Вам спасибо. С примерами многое гораздо понятнее. Темное стало чуть-чуть светлее. Да. Осталось темным. Осталось темным. Кому чего непонятно, задавайте вопросы. Все вопросы будут выданы Михаил Васильевичу, он на них даст ответы. К ответу? Да. Спасибо. Спасибо, Михаил Васильевич. Хорошо. А на сегодня все. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»